Всем привет! Меня зовут Андрей Фярослав. Тема сегодняшнего доклада будет необычная. Это геймдев и ОС Аврора. Конкретно буду говорить про портирование игры. Сначала немного о себе. Я C++ разработчик, работаю, ну, где-то уже более 10 лет C++ разработчиком являюсь. Работаю в компании ОМП, в команде по разработке графического интерфейса, конкретно системы операционной, то есть не приложений конечных, а компонентов системы. По жизни увлечен компьютерными играми. Являюсь опен-сос разработчиком под ОС Авророй, Selfish OS где-то около 6 лет. Ну, с тех пор, когда у меня телефон появился на Selfish OS. И портирую игры на ОС Аврора. Это мое хобби основное. Вот на слайде можно два QR-кода увидеть, если что. Сейчас не обязательно их читать, я потом в конце сделаю еще один слайд, там будет оба QR-кода. Первый QR-код это GitHub мой, второй это Boost. Это иногда выкладываю какие-нибудь видео, когда какая-нибудь игра новая портируется. Мне вот интересно, в зале есть? Давайте похлопаем те, кто любит компьютерные игры и играет. Классно. Теперь похлопайте те, кому больше всего нравится жанр шутеров. Вообще отлично. Сначала немножко истории. Откуда все это пошло? Я рос в то время, когда компьютерные игры, скажем так, становились от совсем абстрактных, переходили в уровень уже чего-то нового и крутого. То есть каждая новая игра это была какой-то прямо шедевр, это какая-то там технологический прорыв была. Ну, было очень интересно все это наблюдать. Вот. Сначала для меня первым таким серьезным, как бы, серьезной игрой была Doom. Наверное, все видели Doom, играли, это трехмерный шутер, было здорово. После Doom появился Quake. Чем Quake сильно отличался от Doom, он был полностью трехмерный. Например, в Doom у нас были какие-то абстракции, плоские картинки, предметы все плоские лежали, они постоянно к экрану были лицом. В Quake все было уже полностью трехмерное. Quake тоже на месте не остановился. появляется Quake 2, там более классные спецэффекты, классная модель освещения и так далее. Вот эта игра как бы надолго заняла мое внимание. То есть Quake 2 стал когда-то моей любимой игрой детства. Соответственно, где-то в 2017 году я приобрел себе телефон на Selfish OS Rus. В тот момент это можно было сделать любому физическому лицу. Не надо было обладать какими-то юридическими правами для этого. Я купил игру и… Ой, прошу прощения. Я купил себе телефон и мне вот интересно. Наверное, у всех сейчас есть смартфоны. Похлопайте те, кто играет на смартфоне с вами в какие-то игры. У него даже что-то установлено. Есть ли? Уже меньше. Люди все серьезные, да, мало хлопают. В общем, смартфон был на базе OS Linux. Что может быть лучше в целом? На данной операционке единственное, в чем была проблема, было катастрофически мало приложений, а тем более игр. Игр там не было вообще никаких. Соответственно, я начал думать, что можно с этим сделать. Начал искать в интернете, нашел опенсорсные проекты. Ну и первая мысль, я сейчас возьму опенсорсный проект, я его соберу в SDK, закину на девайс бинарник, запущу и все будет здорово. Просто с компилити готово, как говорится. Но все было не совсем так. Для пущей исторической достоверности, вот сейчас мы видим видео, это снимал я в 2018 году. Я потом в телеграме покопался, интернет помнит все, и я нашел вот это видео прямо с 2018 года. Если внимательно смотреть, можно заметить, что здесь что-то не так, как бы игра немножко повернута не в той ориентации. Вот это поворот. Тогда перейдем потихонечку к теме нашего доклада, о чем пойдет речь. Для начала я вам расскажу, что такое, ну, по пунктам. Как я сделал порт игры Quake 2, и по пунктам будет следующим. Сначала я расскажу о графическом стандарте, потом расскажу о композиторе в системе, про поворот экрана. Мы уже видели портретный режим. Отклик на события системы, воспроизведение аудио, тоже маловажная часть, внешнее устройство подключения, контроллер, например, запрет гашения экрана, тоже покажу, почему это нужно, и чтение датчиков. Акселерометр, гироскоп тоже может понадобиться. Сначала о графическом стандарте. Изначально есть, ну, начнем. Графические стандарты есть в DirectX, там на MacOS есть свои, на винде DirectX, на всех остальных платформах OpenGL. Так вот, OpenGL это графический стандарт, который позволяет нам писать приложение с использованием 3D-ускорителя, и API работы с этим стандартом не будет отличаться вне зависимости от языка программирования или даже платформы. То есть каждый производитель видеочипов, он будет реализовать на своей стороне, в драйверах этот графический стандарт. Соответственно, можем его использовать. Но это десктопная версия, то есть он работает только на настольных ПК. Соответственно, есть уже расширение этого стандарта. Называется OpenGL ES. Это OpenGL для встраиваемых систем, таких как мобильные телефоны или, например, для консолей, для игровых консолей. OpenGL ES 1 еще была версия, ну, его уже, по-моему, даже некоторые чипы не поддерживают, то есть мы о нем даже говорить не будем. Начнем с версии ES 2. Также есть развитие этой версии, это OpenGL ES 3, он полностью обратно совместим с ES 2, то есть если мы написали приложение на ES 2, если мы его собрали в бинарный файл, мы можем запустить его на OpenGL ES 3 без пересборки, без каких-либо доработок. Далее развитие OpenGL тоже на месте не остановилось. И следующим этапом было развитие GL-NEXT. GL-NEXT название не зашло, то есть на самом деле изначально вулкан назывался GL-NEXT, потом выбрали другое название, это вулкан. Вулкан, чем отличается от OpenGL, он при обработке компьютерной графики занимает гораздо меньшее процессорное время, то есть он более оптимизирован, и он даже не то, что более оптимизирован, он имеет более низкоуровневое API. Нам нужно меньше работы процессора для того, чтобы отобразить графику. Соответственно, он получается быстрее. Но на ES Aurora пока нет вулкана, поэтому наш выбор будет OpenGL ES. Теперь о композиторе. В данном случае композитор осуществляет отображение графики на устройстве. Он позиционирует окна, он нам выдает тот внешний вид системы, который мы видим на устройстве. Этим всем занимается композитор. Видеоадаптер занимается тем, что он проецирует на экран, а композитор делает общую картинку. Композитор на ES Aurora построен на базе протокола Wayland. Линуксовые десктопы тоже умеют с этим протоколом работать. Сейчас многие, кстати, линукс-дистрибутивы на него переходят, как на основной. Раньше были иксы, теперь Wayland. Вот мы работаем на Wayland. На основе этого протокола есть QtWayland. Это надстройка над протоколом Wayland. Это одна из его реализаций. Что позволяет QtWayland? QtWayland позволяет брать библиотеку Qt, QML и на этой основе писать свой композитор. То есть он уже умеет вполне сносно запускать приложения, как отдельные процессы, и выдавать им ресурсы, рисовать окна, позиционировать их на экране и так далее. Надстройкой над QtWayland является композитор Lipstick. Как раз этот композитор используется у нас в операционной системе, как основной. Вот то, что мы видим на экране с Аврора, это уже Lipstick рисует. Все позиционирование окон, где у нас находится меню приложений и все остальное. У Lipstick есть некоторые особенности. Одна из его особенностей – это то, как он работает с поворотом экрана. Все Qt-приложения, например, написаны с использованием стандартного графического стека, который используется в Аврора. То есть UI-кит наш стандартный – это Selfish SELICA изначально и сейчас приходит еще Аврора Controls. Все эти приложения, они у вас на системе будут работать без каких-либо проблем. То есть вы запустили приложение, повернули девайс по-разному, оно у вас будет реагировать, все будет хорошо. Все это делается внутри нашего UI-кита. То есть это он поворачивает вам контент приложения, и вы видите на экране то, что вам хочется. Однако можно, так как это Linux-дистрибутив с протоколом Wayland, нам ничто не мешает взять какую-то стороннюю библиотеку, которая умеет работать с Wayland, и собрать свое новое приложение. Это может быть чистый Wayland EGL, либо SDL2, там GLFV. Даже если Qt-виджеты будем использовать, что, кстати, нельзя делать, они тоже будут работать немножко не так. А как это будет выглядеть примерно? Если мы запускаем приложение, которое не адаптировано, так скажем, под наш композитор, Lipstick, мы увидим следующую картинку. Вот это первый запуск, например, игрового движка Godot. То есть он тоже рисуется в портретном режиме. Это то, что ранее показывал. Запуск игры Quake 2. А это я запускал TuxCard, опенсорсная игра. Тут на слайде для пущей исторической достоверности не просто у меня скриншотики или картинки, я прямо вот сфотографировал устройства, на которых запущены вот эти все приложения. Как мы будем работать с поворотом экрана на Lipstick? А, для начала, прошу прощения. Сначала еще есть некоторые нюансы. Есть разное количество устройств, и у устройств есть разная нативная развертка. Что это значит? У нас есть устройства, например, у которых портретная нативная развертка. То есть когда нам GPU начинает отрисовку и нулем координат считает верхний левый угол, и при этом у него ширина экрана будет меньше, чем высота экрана. То есть в таком повороте находится девайс. Либо у нас есть второй тип девайсов, у которых нативная развертка является альбомной. То есть ширина больше, чем высота. Вот, кстати, если бы я Quake 2 запустил на таком девайсе, он бы сразу у меня лег бы в альбомной ориентации, все было бы прекрасно, и дальше никакого развития у меня бы не было тогда. Я бы не прошел весь этот путь. Что мы будем делать для того, чтобы Quake 2 повернуть в правильную ориентацию? Ну, это скорее рецепт только конкретно под Quake 2, потому что там свой графический конвейер, где-то в каких-то других местах это может выглядеть по-другому. Я расскажу, как это делал я когда-то для этой игры конкретной. Если вы, например, используете свой собственный движок, у вас там могут быть свои механизмы или какое-то другое приложение портируете. Например, там, ну, не знаю, в героях там по-другому все работало. Конкретно на примере Quake я просто расскажу общую схему, как это будет, а какие-то детали реализации могут отличаться. Мы берем устройство с нативной портретной ориентацией, как это было у меня. Если мы просто создадим окошко, у которого будет альбомная развертка, то есть у него ширина будет больше, чем высота, то мы получим примерно такую картину. У нас контент игры уедет куда-то за экран, а на экране мы увидим только его кусочек. Что мы будем делать? Мы создаем квад, то есть это четыре вершины и два полигона, которые образуют прямоугольник. Далее мы создаем фрейм буфер-обжект. Фрейм буфер-обжект у нас будет состоять из двух текстур. Это GL-чекстур 2D для хранения информации о цвете и GL-дев 24 стенсил 8. Это расширение OpenGL ES. Такая специальная текстурка, которая служит не для того, чтобы отображать нам графику на экране, а для того, чтобы хранить данные. Данные прямо в видеокарте. Эта текстура нам нужна для того, чтобы мы в трехмерном изображении могли видеть, что находится сзади, что спереди. То есть DEV 24 – это буфер глубины. Он используется для того, чтобы определить, какие объекты сзади находятся, какие спереди объекты. И видеокарта могла правильно все это разложить. А стенсил 8 используется для того, чтобы отображать стенсильные тени в Quake 2. Соответственно, вот этой текстурки вполне хватило для того, чтобы сохранить два буфера в одном месте. Экономия памяти. На самом деле можно было распихать по трем текстурам все это, но в процессе реализации я пришел к тому, что можно в одной текстуре все сохранить. Далее мы назначаем наш frame-буфер-объект как рендер-таргет для нашего GPO и начинаем отрисовку контента. Когда мы контент отрисовали, мы берем уже на вооружение нашу GL Texture 2D. Данную текстуру мы помещаем на квад. Оно у нас уже начинает рисоваться при помощи шейдера на этом кваде. И, соответственно, когда мы квад уже видим на экране, отрисовываем уже вторым этапом отрисовки. То есть первый этап отрисовки у нас идет сначала в буфер, мы его не видим, а второй этап отрисовки мы рисуем буфер на кваде на экране. Мы уже на экране получаем Quake. И если экран развернуть, у нас получается альбомная ориентация. Но на этом не все. Теперь нам нужно нашему композитору сообщить ориентацию контента нашего. То есть когда мы развернули картинку, это еще ничего не значит. У нас меню будет по-прежнему открываться снизу или сверху. То есть у нас ничего не изменится. Если мы вот так повернем, оно все равно будет открываться с той же стороны, что тоже неудобно. Поэтому композитору мы будем сообщать то, в какой ориентации находится наше сейчас приложение. Для этого что используем? В случае SDL2 мы берем указатель на конкретно платформозависимые данные. То есть в случае Вейланда мы будем получать те данные, указатели, оперируя которыми мы можем рассказать Вейланду, в какой ориентации находится наш контент. Это делается при помощи SDL window.vm.info. И, соответственно, когда мы получаем эти данные через API-шку Вейланда, мы говорим, в какой ориентации находится буфер нашего Вейланд-сюрфейса. И передаем ему либо ориентацию. Нас интересуют только две ориентации. Это портретная, нет, альбомная и альбомная перевернутая. То есть landscape и landscape inverted. Соответственно, мы передаем туда эти углы 270-90. И получаем уже такую картину, что у нас верхнее меню, оно будет высовываться уже в таком режиме и с нужной стороны. Получаем правильную ориентацию приложения. Соответственно, видим следующую картину. Когда я закончил вот эту часть, у меня получилось так, что я мог вертеть телефон. И у меня автоматически поворачивался контент игры. Сторонний человек, наверное, может посмотреть на это на все и сказать, в чем, собственно, прикол. Что я здесь показываю? Андроид-разработчик, например, берет Quake 2, он его спортировал, запустил, поворачивает телефон, у него все это автоматически происходит. То есть он даже не привожу усилий для того, чтобы как-то повлиять на процесс. Оно просто Андроид поворачивает. А здесь как бы целая работа прошла. Мы внедрились в графический конвейер Quake. Его пайплайн разобрали, разобрали, сколько он работает. Сделали дополнительный этап рендера. И потом обрабатывали показания датчиков, когда у нас поворачивается экран. Соответственно, мы переворачиваем свое изображение внутри шейдера. То есть здесь целая история за этим стоит. Поэтому, когда я выкладываю такое видео, оно как бы понятно только посвященному. А если посмотрит сторонний человек, вообще непонятно. Я верчу телефоном перед экраном, как бы ничего не понятно, ничего не посмотреть. Отклик на события. В чем же тут заключается подвох? Когда мы переворачиваем контент нашей игры, у нас система по-прежнему считает, что мы находимся до сих пор в портрете. То есть мы трогаем экран пальцем, и нам приходят координаты от портретного режима. Соответственно, управлять игрой в таком режиме невозможно. И, соответственно, здесь нужно уже делать какие-то обвязки. Мы делаем обвязку, когда к нам приходят события от системы, мы их трансформируем и поворачиваем в нужную нам ориентацию. Здесь такая псевдофункция. На самом деле она скопипастит, если будет работать полностью. В данную функцию мы передаем, например, события тача. Опять же, на примере SDL2 здесь все будет. События тача. Мы передаем туда окошко наше, на котором у нас рисуется контент игры, и передаем туда текущую ориентацию нашего контента, опять же. Используя указательное окошко, мы получаем размеры окна. Используя ориентацию, мы понимаем, куда нам нужно повернуть координаты нашего тача, когда касание пальца. И при помощи простой математики, используя размеры окна, мы просто модифицируем координаты таким образом, чтобы при повороте девайса у нас ноль координат всегда был в левом верхнем углу экрана. Таким образом мы получаем нормальные события тача, и уже можем дальше обрабатывать их уже стандартным конвейером нашего приложения, как это было всегда, но немножко их модифицировав перед этим. Также немаловажной частью является отклик на события, такие как сворачивание окна, закрытие окна. На самом деле, это банальная часть, она не отличается на других платформах ничем, но ее тоже стоит упомянуть, потому что я немножко тоже на этом когда-то споткнулся, поэтому упоминаю и об этом. Что нужно? Например, у нас потеря фокуса происходит, нам нужно поставить наше приложение на паузу. Почему это важно? Например, у нас идет ожесточенная битва, нам поступает звонок, в этот момент приложение теряет фокус, и мы отвечаем на звонок. Соответственно, там может на бэкграунде продолжаться эта ожесточенная битва, и все, мы проиграли. Соответственно, ставим игру на паузу. После того, как у нас игра на паузу поставилась, и мы обратно вернулись в приложение, нужно возобновить работу. Соответственно, обрабатываем и это событие. Также можно обработать события закрытия приложения. Бывает это нужно, чтобы это был штатный выход из приложения, мы сохранили данные какие-то или какие-то указатели уничтожили, очистили память, поэтому эту часть мы тоже должны обработать, не забыть. Таким вот образом, например, будет работать отклик на события паузы. То есть я здесь перемещаю фокус с одного приложения на, например, сетку приложений, и у меня автоматически игра ставится на паузу. Воспроизведение звука. Когда мы играем в шутер, немаловажную часть атмосферы шутера составляет тот звук, который там воспроизводится. В воспроизведении звука есть тоже некоторые нюансы. Для начала, в OS Aurora используется звуковой сервер под названием Pulse Audio. Он и на многих Linux дистрибутивах тоже используется, на десктопах. Для того, чтобы работать с Pulse Audio, мы можем проигрывать звук любой совместимой с Pulse Audio библиотекой. Это там SDL2, либо OpenAL и все что угодно. Какие могут возникнуть при этом проблемы? Вроде бы казалось, ну воспроизводим звук, все работает. Но звука вообще может не быть. Почему? То есть он будет, но он будет с нулевой громкостью. Потому что у нас не просто ПК какой-то, это у нас мобильное устройство. В мобильном устройстве есть строгие правила работы со звуком. Например, мы не можем перекрывать звук входящего вызова. То есть если у нас идет игра, она быстренько затухает, и мы разговариваем по телефону. Также важно правильно выделять канал звука. Если мы выделим канал звука не под свои цели, у нас будут большие задержки. Соответственно, у нас будет не очень комфортное ощущение от игры. И для решения всех этих проблем предусмотрена библиотека LibAudioResource. То есть в целом в S-Avrora есть система распределения ресурсов, и один из ресурсов считается аудиопоток. Для распределения аудиопотока используем LibAudioResource. Также при помощи LibAudioResource мы можем пометить наш звуковой поток как игровая, как звук из игры. Тогда он нам даст наименьшие задержки, и, соответственно, мы будем слышать звук выстрела в тот момент, когда происходит анимация на экране. Каким образом будем работать с LibAudioResource? Ну, сначала мы не забываем про заголовочные файлы, подключаем заголовочные файлы. Здесь заранее объявляем, дальше реализация будет этой функции, она будет дальше. Это функция, которая будет обрабатывать момент, когда нам система выдаст звуковой ресурс, и мы уже сможем у себя где-то в своем движке этот звуковой ресурс использовать для инициализации своего звукового движка. Для начала мы инициализируем библиотеку, получаем на нее указатель, говорим, что мы хотим использовать наш звуковой канал для игры, и передаем туда наш коллбек, когда нам выдастся ресурс на воспроизведение звука, мы в этот коллбек попадем. Также передаем туда указатель, ну, например, на наш игровой движок, для того, чтобы все это обработать внутри коллбека. Далее мы делаем запрос, выдели нам звуковой ресурс, и запускаем бесконечный цикл. Это синхронный код, так скажем, он будет подвешивать ваше приложение, можно асинхронно сделать. Ну, ради примера я простого сделал синхронный код, то есть запускаем бесконечный цикл и ждем выдачи ресурса. Когда у нас параметр isAudioResourceSquered станет true, тогда мы получим свой соответственный аудиоресурс, и у нас бесконечный цикл прекратится. Как у нас будет выглядеть коллбек наш? В коллбеке просто-напросто, когда к нам приходит уже, когда система вызывает наш коллбек и говорит, что звуковой ресурс выделен, мы получаем наш игровой движок, мы туда указатель заранее тоже его передали. И если система выделила нам звуковой ресурс, то мы просто инициализируем наш звуковой бэкэнд, какой нам нужен. По самой обычной схеме, без каких-либо хитростей. То есть у нас, как работало на iPhone или на iOS SDL2, все абсолютно то же самое, только внутри коллбека. Если звуковой ресурс у нас не выделился, соответственно, мы тоже обрабатываем эту ситуацию. Может возникнуть ситуация, что, например, система не захочет выдать нам звуковой ресурс. Например, она находится в экстренном режиме, ну, режим экстренного звонка. Тогда об этом речи не может быть идти, чтобы выделить ресурс куда-то ищу. Подключение внешних устройств. Тоже немаловажно. Когда портируешь игру, не всегда уже удобно на тачскрине играть, хочется уже подключить контроллер. Тут есть некоторые нюансы. У нас довольно старый протокол Wayland, и, например, работа с курсором мыши, то есть с мышью вообще в целом, здесь работает по такому принципу. То есть координаты мыши всегда абсолютные. У нас нету программного задания по позиции курсора. То есть мы не можем попросить в приложении передвинь курсор нам на серединку. То есть он будет всегда в абсолютных координатах. А если мы говорим о геймпадах или там внешних клавиатурах, которые подключаются через OTG или через Bluetooth, все работает нормально, ну, без нареканий. Все как и везде. Таким вот образом мы можем подключить геймпад. Ну, соответственно, мы делаем обработку этих событий, но об этом уже не будем говорить. Мы подключаем геймпад и получаем нормальный игровой процесс. Играем с геймпадом. Ну, и тут, когда мы доходим до этого этапа, возникают некоторые нюансы. Посидели мы, поиграли с геймпадом около пяти минут, и наш телефон гаснет. Он просто перестает работать, а игра там на бэке продолжает работать. Ну, или ставится на паузу, если события обработали. Значит, нужно разбираться с следующей проблемой. Это запрет гашения экрана. Для запрета гашения экрана у нас используется служба MCE. Это ModControlEntity. Это служба, бывающая разработана в рамках, наверное, оперсонки Migo, компании Nokia. И она в опенсорсе лежит, соответственно, и до сих пор приносит пользу, работает. Но я не могу прямо сейчас ручаться и гарантировать, что эта API будет у нас жить вечно. Она живет уже долго, конечно, но когда-нибудь, возможно, мы прикрутим какое-то новое API, сделаем какую-то внешнюю обертку, и MCE уйдет на покой. Но в данный момент оно работает, и даже если мы сделаем такие изменения, то есть в WS Aurora изменим поведение этой службы, то изменения в вашем приложении не займут нам много места, потому что даже работа с этой службой занимает в несколько строк. Работать мы с ней будем через D-Bus шину, это IPC в WS Aurora, ну и не только IPC, в смысле межпроцессная коммуникация. Она не только в WS Aurora D-Bus используется, она используется практически во всех Linux дистрибутивах, ну и у нас, соответственно, тоже. Для работы с MCE мы сначала определим несколько переменных, ну, define-ов. Для начала это название самого сервиса MCE, как видите, com.nokia, это от Nokia еще пришло. MCE request pass, это путь запроса на этом сервисе. Также мы определим интерфейс, как называется. Это три стандартных базовых параметра, которые нужны D-Bus, чтобы понять, куда послать запрос. Далее нам нужно знать еще название двух методов, которые мы будем использовать на MCE. Первый метод – это прекратить гашение экрана, то есть он будет останавливать механизм гашения экрана, и таймер не будет идти. И отменить остановку таймера, соответственно, продолжить гашение экрана, как и раньше. То есть опять включается таймер, и он опять начинает отсчитывать время, и экран погасится. На примере SDL2 я, когда Quake делал, SDL2 компилил себе статически, поэтому я мог использовать разные приватные API. В SDL2 есть приватные API, связанные с D-Bus, то есть у них во внешнем API нету обработки D-Bus никакого, но есть приватные API. Соответственно, расскажу об этом. Если вы будете использовать какую-то внешнюю библиотеку, ну, можете любым D-Bus API пользоваться, но мне с SDL было удобнее, я решил ничего не подключать больше. Подключаем приватный хидр, берем SDL D-Bus контекст, и дальше работаем с ним. Нам каждые 60 секунд нужно просить устройства остановить таймер гашения экрана. Зачем это нужно? Если, например, наше приложение зависнет, или каким-то нештатным образом закроется, у нас через 60 секунд наш запрос перестанет быть активным, и устройство заново запустит таймер гашения экрана. А если бы такого, например, не было бы, как бы 60-секундного запроса, то у нас, например, игра зависла, а устройство не гаснет. И все, и давай высаживать батарейку. Соответственно, тут нужно каждые 60 секунд обязательно просить устройство не гаси экран. Делается это путем одного запроса. Мы просто вызываем метод без параметров на D-Bus шине, передаем туда все необходимые параметры, то есть путь, название сервиса, название метода и название интерфейса МЦЕ. И все, делаем этот вызов. Никаких данных от него нам получать не надо. Мы просто делаем вызов и о нем забываем. Ну и передаем, соответственно, туда запрос наш на прекращение гашения экрана. Точно так же, когда мы хотим, например, закрыть приложение штатным способом или поставить его на паузу, нам обязательно нужно попросить OS Aurora, чтобы таймер гашения экрана обратно запустился, чтобы пользователю было комфортно. Он и так запустится через минуту, но мы сделаем это самостоятельно, как и должно быть. Для того, чтобы самостоятельно это попросить, мы вызываем абсолютно таким же образом, через ту же функцию, через тот же SDL на IP, вызываем метод, который называется cancel-prevent-blank-request. То есть отменяем наш запрос на прекращение гашения экрана. И последняя часть. Чтение датчиков. Чтение датчиков чем нам может понадобиться? Например, вы хотите спортировать, или у вас есть свой проект, что еще лучше, гоночную игру. В гоночной игре довольно распространенное управление, когда мы поворачиваем девайс, и у нас поворачивает автомобиль, или там мотоцикл, или еще кто-то. В SuperTux Card, например, так и сделано. Для этого нам нужно читать датчики. Но тут есть небольшая загвоздка. Основной фреймворк для WS Aurora – это Qt. Через Qt мы можем получить доступ ко всему WS Aurora. То есть в Qt есть все необходимые API. Поэтому если мы пытаемся через SDL2 получить доступ, то у нас ничего не выйдет. SDL2, как это сказать правильно, у него до конца не реализованы эти API. У SDL2 не делался специально под Aurora. То есть он будет работать, например, на Android. У него есть бэкэнд для Android. А бэкэнда для Aurora у него нет. Поэтому он просто будет игнорировать ваши запросы на чтение датчиков. Поэтому здесь мы делаем следующим образом. Мы будем использовать Qt. Каким образом? Мы к нашему приложению, которое написано SDL2, подключаем минимальный набор для работы с Qt. Это Qt Core Application. Это, так скажем, консольные приложения без графического интерфейса. Далее мы создаем наше Core Application приложение. Не приложение, а объект. Qt Core Application. Передаем туда фейковые параметры ArcC, ArcWare. Ну, то есть пустые параметры, чтобы он не пытался ничего делать. После чего мы можем подключить уже наши датчики. Первое – это акселерометр, а второе – это гироскоп. Каким образом мы будем это все обрабатывать в нашем основном цикле приложения? У нас есть, например, основной цикл. Это while true. В этом основном цикле приложения мы будем просить наш Qt Core Application обрабатывать события. Ему для обработки событий, он будет большинство событий пропускать, но будет обрабатывать только те события, которые мы попросили. Соответственно, мы создали два датчика. Это акселерометр и гироскоп. Продолжение следует...